Фрегат это военный корабль, уступающий по размерам линейным кораблям, которые составляли ударное ядро флотов. Фрегат обладал значительной огневой мощью. Это трехмачтовое судно имело одну орудийную палубу, тогда как у линейных кораблей было две или даже три палубы. В зависимости от размеров фрегат мог нести 25-50 пушек. Эти корабли обычно использовались для сопровождения транспортов или патрулирования, а также для борьбы с пиратами. Во время англо-американской войны 1812 года США создали класс так называемых суперфрегатов, которые могли нести до 90 пушек. Однако такое судно Конститюшн до сих пор находится в строю, являясь вторым после английского корабля Виктории из самых старых парусных судов в мире. И снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Я рад приветствовать вас на просторах цивилизации 5, Brave New World, Дивный Новый Мир. В прошлой серии мы отступили от театра военных действий. И не могу сказать, что мы ушли с поражением, так как мы отбили Вашингтон у захватчиков Греции и возродили его. Также у нас народ сбунтовался. Видите, не нравится ему идеология свободы. Хотят, видите ли, порядка побольше. Ну ладно, мы в итоге пересмотрели свои взгляды, приняли порядок, но у нас анархия. Мы сейчас без науки, без денег, без культуры, без религии. Но это вроде бы должно быть ненадолго. Здесь нас немножко пограбили. Надеюсь, народ сейчас исправится. Может быть, на следующий ход. Мы были рады слышать Ваши недавние предложения. Шестой совет в городе Афины поступит мудро, если примет его. Похоже, у нас с Вами общие цели. Да-да-да. Я, кстати, вынес на резолюцию вопрос по поводу запрета на медь. С чего это вдруг? Греция, Америка теперь друзья. Прикольно, я освободил, конечно, Америку. А они теперь друзья. Теперь они будут действовать заодно. Великий художник появляется в нашем городе. Не оказал ли я себе медвежью услугу? Теперь они на Совете, на Всемирном Конгрессе. Эти три голоса уйдут сюда, к этим 19, и у него будет 22 голоса. А сейчас у нас в сумме могло бы быть... Так, 6, 9, 14... 17... Блин, ну как с Грецией бороться? Ужасно, непонятно. Так, что там за Жорж Сера? В принципе, у нас есть в Варшаве ячейка для шедевра. Давайте создадим. Жорж Сера произвел... Произвел, говорю... Написал великое произведение художественное. Воскресный день на острове Гранжат. Ну, какая-то мудотня, если честно. Кому-то нравится. Греция и Америка публично заявили о своей дружбе и наличии тесной связи между двумя державами. Сволочи! Освободил на свою голову. Так, мы здесь уходим. Здесь у нас Флоренция. Она является союзником Греции, так что мы ее плывем. Здесь через Библ. И вернемся на свои земли, на родные. Уплывало, конечно, гораздо больше войск. Но, что поделаешь, Греция сильна, следует признать. Хотя, достаточно интересно осознавать то, что ты не самая великая держава, и тебе как-то надо выкручиваться, какие-то придумывать козни, что ли. Мне бы сейчас подписать мирный договор с Грецией, чтобы все их гордо-государства относились ко мне не как к врагу, а как нейтрально просто. И, собственно, поставить шпиона в столицу Греции, в Афине, но в качестве дипломата. Вроде что-то он может потасовывать, перетягивать делегатов, что ли, на свою сторону. Так, истек срок действия оборонительного союза, который, к тому же, на августе заключил с нами. Так, понятно. Истек срок действия, по которому X получал на железо, получал серебро и приспоставлял нам алмазы. Так, это печально. Да, мне все так же, алмазы нужны. Серебро, алюминий-то уже хочешь, не железо, да? Нет, ты знаешь, алюминий-тини, да. Хочу железо дам. Консентю. Ага, давай. А за мрамор, я так думаю, ты слишком до хрена запросишь, да? Сахар, вино, железо, лошади, алюминий. А ты считаешь? Так, подожди, подожди, подожди. Сахар, вино я тебе дам, в принципе. Могу дать лошади и уголь. Блин, можно было только уголь дать. Ну ладно. Пока мне, в принципе, не давят эти ресурсы. У меня пока технологии еще не развились до такой степени, чтобы использовать нефть там и... Это же нефть? Ага, нефть и алюминий. Лошади только об одном используются. Прикольная, отсталая такая страна. Ну, четвертый уровень сложности, я думаю, оправданно. Так, работяги, работяги. Подожди, город Познань, да? Да, в принципе, эта клетка принадлежит ему. Ферму? Да на кой здесь ферма? Рудник строим. Хотя, может быть, если бы я играл в DLC God's and Kings на четвертой сложности, ну, подобная ситуация у меня бы не сложилась. Там, так же был бы продвинутым государством. Покоперю, а те, кинсидеранду. Этот мир жестоко победить в нем мы можем лишь с помощью других. Вложили мы объявить ему мир и декорации, да. Давай. Конечно. Октавиан Август совершает создание Бродненбургских ворот. Молодец. По-моему, Октавиан Август даже... ...впереди меня идет. Расстановка сил, думаю, такая. Идет Афины, Греция, потом Рим. И за ними мы третье место занимаем. Так, город Утика любит отчизну. Мрамор мы поставили. Мрамор поставили. Но, блин, от этого удовольствие населения не меняется. Так, истек срок действия до гроба, которую мужик получал от нас. Шелк Поставлял благовония. Так, так. Ну-ка, шелк на благовония. Салуэ. Благовония. Шелк. Окей, да. Согласен. Консентию. Давай, пока. Рабочие около города Карфаген. Ну, давайте на соседнюю кредку. Работайте. Здесь лучше построить ферму. Так, приехал наш Луи Даггер. Будет строить заводской комплекс. А здесь у нас что? Тоже заводской комплекс. А, понятно. Ну, в принципе, что, пусть строит здесь два заводских комплекса будет. Ничего страшного. Даже круто. Да, подождите, вы дайте посмотреть. Уверен, там кто-то уже работает. Да. Офигительное производство, конечно, здесь. Еще и уголь здесь. Крылатые гусары, которых я прометчиво отставил. Ну, они лечились у меня. Так, Флоренцию. Отплываем. Югом. Лишь бы сейчас не пошла контратака Греции на меня. Потому что, ну, не знаю. Если он будет нападать современными модерновыми войсками, то я вряд ли устаю. Хотя, атака через океан всегда сложная. Что тут и говорить. Город Тумбукту построил банк. Хорошо. О, биржу строил. Город Тумбукту построил биржу. Караван больница, ГЭС. Так, у них застой. Да, нужна больница. Нужна больница. Проект в городе Познань. Городе Познань. Ну, уже нормально так положение исправляется. Я помню, у Акведук я заказывал строить. Было 52 хода. Это вообще обалдеть. Так, и сейчас они, наверное, будут нуждаться в маяке. Потому что по пище у них все так же печально. Почему на коровах никто не работает? Коровы не дают неплохой бонус. Четыре пищи, а? Еще сюда никто не идет работать. Придурки что ли все? Я думаю, сейчас через восемь ходов новые горожане как раз сюда и встанут. Оборонительный союз согласен, давай. Так, Всемирный Конгресс. Им нечего продавать, нет поддержки делегатов. Бенни. Бенни. Тэм, мы можем заслать нашего шпиона в другой город. Так, мирный договор. И он хочет Познань. Охренел. Ха-ха. Ты Познань хочешь? Ты че, дурак что ли? Офигеть. Нифига. Познань я не отдам. Так, ты мне отдай лучше Бамака. И тогда будет все нормально. Не хочешь? Ну и пошел в жопу. Так, через восемь ходов в Клубеке. Я могу, в принципе, отправить Юзефа как... Пусть войны ведутся оружием. Выигрывают их люди. К победе приводит боевой дух того, кто ведет за собой, и тех, кто следует. Джордж Паттон. Позволяет строить кавалеристов, военную академию, брендерсбургские ворота уже построены. Так, появился великий человек, великий музыкант появился в городе Дженне. Отлично. То есть, я могу Юзефа отправить, скажем, в Америку, Вашингтон, и переманить их делегатов? Интересно. Ну ладно, может быть, попозже. Может быть, даже Казимеша отправим туда. Так, Эстебан, Салас и Кастро. Прям в городе Дженнето можешь разместить, да, свой? Или нет? Шедевр. Давайте создадим шедевр. По-моему, он где захочет, там и разместит. Видимо, это был отрывок из произведения «Слава, хвала и честь» композитора Эстебана Саласа и Кастро. Ну что ж, с Грецией мы не нашли общего языка. Что, он будет на меня нападать? Он что, дурак? Так, артиллерийская батарея. Вот что мне надо было. Блин, вот эта вот вещь. Давайте изучать динамит. Динамит будем изучать. Артиллерийская батарея. Стреляет через три клетки, по-моему. Самая лучшая вещь. Так, Карфагене построили школу. Биржу строите. 161 прирост уже. Ну, Александр, конечно, меня удивил, да? Он поздно хочет, поздно мою забрать. Маленькую поздно. Это моя, но... Она маленькая, но она моя поздно. Столько за неё страдал. Так, работяги. Чё, все клетки уже... Вот эту ещё, да, можно... А, вот ещё сверху можно. Ну, давайте, давайте. На другой берег реки. Так, около города Вроцлав. Вот здесь клеточку нужно облагородить. Так. Алюминий здесь у них. Сволочь, а, Флоренция? Так, у меня люди уже довольные стали. Не хватало им, видимо, редких ресурсов. Ну, блин, на редкий ресурс у меня свои ресурсы ухватят. Открытые границы? Ну, пожалуйста, давай, чё. Ты же друг вроде как. Бене. Давай. Счастливо. Так, а давайте сейчас с Ассирией до Сангаем поболтаем. Чё у них, может, что-нибудь действует на продажу? Или мы им можем что-нибудь продавать? Кроме меди, конечно, потому что резолюцию приняли и... Блин, торговые пути грабят, сволочи. Ого-го. Нифига себе. Будапешт разграбляет торговый путь, который вы проложили между городами Немрут и Мопти. Вот это вот то, что я и переживал. Так, археолог вылупился. Где у нас археологические раскопки? По-моему, там были. Где-то здесь, нет? Или здесь мы уже изучили? А, вот сюда давай сходи. Вот не наш территорий, посмотрим, что с этим будет. Караван вернулся у нас из города Ниневи. Туда же, в принципе, и отправится. Да. А здесь всё-таки придётся прикупить пеший караван. Они намного безопаснее. За 390 монет. И отправить его так же куда-нибудь. Пешим ходом. Да, пушкам досталось. Ох, Александр, наверное, злорадствует. За того, что там, блин, Флоренция нападает на мои войска. Так, город Краков. Произвёл археолога. И будет производить ещё одного археолога. Я всё-таки оставляю на самое последнее средство то, что, допустим... Так, здесь лучше построить торговый пост, наверное. То, что, допустим, как снизить делегатов от Греции. Ну, Грецию саму вздрюкнуть не получится. О, я не знаю, а ты консидерандум. Ни хрена себе ты просишь. Не, не дам, ты чё, дурак, что ли? Это печально. Ну, конечно, печально. У меня есть встречное предложение. То есть, Грецию вздрючить не получится. Она слишком сильная. Тогда будем вздрючивать вот эти города-государства. Но, но... Захватывать их очень тяжеловато, потому что удовольство, как видите, колеблется всё время. И я не пойму, что... Как выровнять до такой степени, что... Чтобы всё было хорошо. Так, у меня городов валом, да, смотри. Давай в Гал отправим. И поэтому придётся просто их разрушать, что ли. Торговый пост. Ну, пусть будет торговый пост. Так, Библ же это уже наш друг. Мы же можем через его территорию двигаться. Если, конечно, он не поставит там на проходе вот этих придурков своих. Отдайте нам ребёнка на 8 лет, и мы сделаем из него социалиста. Ваш рабочий класс уже узнал правду. Теперь они присоединяются к нашей революционной безопорядке. Да, знаешь, присоединились они. Неплохо, блин. Истёк срок действия публичного осуждения нас. А кто нас осуждал? Сангай, по-моему. Так, да, насчёт встречного предложения я же хотел спросить. Актовян Август? Здравствуй. Золото ты мне просил, да? Руки аэды. В принципе, из стратегических ресурсов мне ничего не надо. Можешь объявить войну в Александру? Ну, скажем, там, за... Ты же просил у меня 800 монет. Ну, вот тебе 900 дам. А? Кирто, нон. А что? Ну, на 1000 чё? Нон. Ух ты, какой хитрожок. И так, главное, просто отдай, да, тебе? Как у тебя просьба ко мне. Так. Так, ну вот, в принципе, Мельбурн нам хочет, чтобы мы Ханой запугали. Я думаю, можно будет действовать такими методами. На Ханой пойти сейчас. Ну, не сейчас уже, наверное, в следующих сериях. Тем более, что Ханой... 277 очков надо, чтобы Ханой стал моим союзником. И это печально. Столько у нас нету. Так, высаживаемся, высаживаемся. Подгребаем. Подгребаем. Лошадки наши, давайте, подальше от Флоренции. В Флоренцию тоже можно будет хлопнуть. Так, Вроцлав, Вроцлав. Или, скажем, Ханой можно будет завоевать. Отдать его в обмен на Будапешт, а на Бухарест. В Бухарестах освободить. И Бухарест будет по гробу жизненным обязан. Так, Вроцлав, биржу закончили. Но тут еще вам строить и строить. Так, по еде у вас нормально все. Амфитеатр не нужен. Вот университет бы не помешал. Проект выбираем в Варшаве. Биржу построили они. По пище все нормально. Литейный завод, одна постройка в Познане, мастерская. Так, подожди. Познай. Где у тебя мастерская? 580? Ну, ладно. Что он дает-то? Что-то я не посмотрел, что он дает. Литейный завод, производство плюс 8. Ну, неплохо. Давай, строй. В городе Джена биржу построили. Что тут еще можно построить? Так, ну давайте на будущее строить арсеналы. Нет, оружейные. чтобы давали юнитам опыт. Так, археологи добрались. Давайте раскопки. Раскопки, раскопки, раскопки. Копай! Иван Васильевич, копай! Или как вы там звали? Так, ну надо то есть собирать вторую армию, отправлять вторую волну на Грецию быстрым образом захватывать это все. Так, вы работаете на Познане, да? Так, так, так. Вот эта вот клеточка с лесополосой здесь можно сделать лесопилку. Видимо, легче по морю пойти. Блин, вот город Библ, да, в такой жопе еще он образовался. Что врагу не пожелаешь, а он, между прочим, наш как бы друг. Союзник. Так, в городе Немрут. В городе Немрут что мы можем построить? По еде у них все печально, поэтому строим больницу. Не знаю, хватит ли нам в общем ходов, но дело у нас еще по горло, то есть нам надо начать с Ханоя, Ханой потрепать, Флоренцию потрепать или уничтожить ее окончательно и собирать большую армию для дальнейшего дальнейшей экспансии Греции. Да, лесопилку постройте. Археолог очередной, Те у нас еще здесь есть. Вот здесь есть, да? Давай сюда, дуй. Укради у них там артефакт какой-нибудь. Надеюсь, они не опустятся до того, чтобы убивать наших археологов. Курзовой корабль. Куда ты плавал? Плавал ты Ниневию. Двадцать три. Ну, туда и плыви. Ну, морские... Морские... Караваны гораздо выгоднее, по-моему, чем наземные. Так, рядом с городом Карфаген. Давайте соседнюю клетку обрабатывайте. Как раз у нас сейчас изучится динамит. Мы модернизируем эти пушки до артиллерийских расчетов. Город Краков. Что будет производить? Археологов произвел. Так, тоже пища ноль. Тоже строим больницу здесь. Ну, вот эту резолюцию, которую выдвинул Как бишь его зовут-то? Александр. По поводу запрета продажи меди. Это именно акция была направлена против меня. Потому что, ну, у меня много меди. Не знаю, как у других городов. Ой, не оттого. Государств. Но это чисто вот направленная такая диверсификационная резолюция. Так, да, здесь можно построить. Так, в городе Дженна оружейно построилась. Арсенал что дает? Очки здоровья. О, застой в Дженне. В больницу строим, конечно. Вот, теперь он хочет нашу Познань. И Познань это вообще город-герой. Первая Познань была уничтожена еще вот этими придурками, с которыми сейчас видишь, что происходит. смотри, как он разросся, да? Так, Ибн Батута создает свое величайшее творение богатей мира. Александр 2403. Ну вот, откуда ноги растут. Денег у него валом. Я на втором месте с 1647. Я на август 144, остальные все нищие. Даже Вашингтон и то у него в казне есть деньги, а у Аски нет. Так, ладно. Вернемся к своим баранам. Здесь можно построить неплохой рудничок. А что вы здесь построили ферму на холме? вот здесь. Что, дураки, что ли? Я что, говорил, там ферму построить? Ну, ладно. Так, арки-бузеры, давайте модернизируем вас до стрелков и отправим в ближайшую точку к Ханою. Работяги около города Варшавы Так, 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 вот эту соседнюю клетку можно обработать. Великий полководец вперед, пушки вперед, вперед, все вперед, короче. Наконец-то, наконец-то, земля. Шестой совет в городе Афины соберется через пять годов. На обсуждение вынесено следующее предложение. Запрет на редкие ресурсы. Вино. Да ты охренел. Он все мои ресурсы хочет, что ли, запретить? Козел. Истек срок действия договора, по которому КТАНАПГУС каждый ход передавал нам золото, а мы ему давали медь. Ну, понятно, мы теперь ему не сможем медь продать, потому что резолюция в действии. Винки. Греция и Сангай публично заявили о своей дружбе и наличии честной связи. Ух ты, смотри, с какой стороны подбирается союз заключил с Сангаем. Ну, ладно. В принципе, Сангай мне не противник. Я его могу размочить на раз-два. В городе Вродслав университет закончили. Так, тоже застой. Да что же во всех городах застой. Польница строить. В городе Вродслав вроде бы не застой. Будет строиться военная академия. Так, Оксфордский университет. Литературные шедевры, наука, культура. Две постройки университета. Эрмитаж, четыре постройки оперы. Ладно, пока военная академия. Так, ну, Александр к нам подбирается со всех сторон. То есть, запрещает нам торговать. Медиу уже запретил, хочет запретить торговать вином. Заключил союз с Сангаем. Мы будем сопротивляться до последнего. В принципе, мы не только будем сопротивляться, мы будем оказывать всяческие злостные акции. захватим Ханой, захватим Флоренцию, разрушим лучше. И будем отправлять большие армии на Грецию, будем захватывать Бамака и отдавать его с прежним владельцем. Ну, пока на этом все. Все это будет в следующих сериях. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте. Всем всего доброго. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон»